Сорвало крыши, разбило машины и затопило подземные переходы. Челябинск снова пострадал от сильной грозы. Ливень спровоцировал многокилометровые пробки, а пешеходы тонули по колено в лужах. Ульяна Зайкова продолжит тему. Это какой силы надо было. Вот они саморезы. Вот, смотрите они какие длинные. И так вот вырвать. Железная крыша разорвана на части. Одна лежит в соседском огороде, другая прямо на дороге. Ураган вырвал ее из деревянного каркаса, поднял на несколько метров и разбросал по всему поселку, рассказывает Ирина Долженко. Пенсионерка показывает, крыша была длиной 15 метров, весила сотни килограммов. Она закрывала гараж. Теперь над постройкой открытое небо. Всегда спросила, он говорит, вот на твою крышу надо, что-то он сказал, ну, около 17 тысяч. Просто за железо. Плюс еще надо рабочих нанять, чтобы кто-то это сделал. А у меня пенсия всего 4,5. На чем мне сделать это все? Я не смогу ничего это сделать. В Челябинске около 8 часов утра начался ливень. Небо моментально потемнело. Начали раздаваться сильные раскаты грома. Практически полностью затопило пешеходные переходы возле завода имени Колющенко и наконечной АМЗ. На главных магистралях города образовались заторы. Пробки на Копейском шоссе, Свердловском проспекте, улицах братьев Кошириных и Труда оценили в 7 баллов. Это видео сняли очевидцы. Над центром города сверкают молнии. Улицы города превращаются в реки. На кадрах видно, как мужчина разувается и идет босиком по лужам. Вероятность усадков 0%. В администрации тракторозаводского района признают, к очередному бедствию оказались не готовы. Ливневки не справлялись с потоками воды, провода не выдерживали порывов ветра. Целые поселки сейчас обесточены. Пострадавшим от стихии обещают помочь. На уровне района от 5 до 10 тысяч, а на уровне города, если это признается, ситуация чрезвычайная, опять же по решению городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, там уже размер компенсации до 50 тысяч рублей. А это Ленинский район. И здесь тоже жители подсчитывают убытки. От ветра во дворе дома два дерева рухнули на парковку. Всего от урагана пострадали пять автомобилей. У них повреждены в основном крыша, двери, поцарапана краска, выбиты стекла. Но больше всего досталось вот этой Вольво. На нее пришелся основной удар. Крышу буквально сложила на задние сидения. Я выхожу, и вот такая картина. Крыша помятая, в салоне вода. И все остальные машины тоже в таком же состоянии. Хорошо, что никого в машинах не находилось. Пострадавшие считают, компенсировать ущерб должна управляющая компания. Они показывают, деревья были гнилые. После падения рассыпались на мелкие щепки. Коммунальщики должны были вовремя их спилить, уверены жители дома. Правда, в самом ЖЭКе уверяют, ни в чем не виноваты. Откуда мы знали? А нам, может, завтра от ураган будет от этих попадать? Автовладельцы намерены идти в суд и добиваться выплат. Тем временем, штормовое предупреждение сотрудники МЧС продлили до 2 июля. Ожидаются сильные дожди, грозы, с градом и шквалистый ветер. Водители просят не ставить машины под деревья.